Это знаковое для гомельщины событие открывает инвесторам дорогу в крупнейшую по площади населению область Беларуси. Предоставляет широкой аудитории деловых людей возможность ознакомиться с нашим потенциалом, с вариантами создания на территории региона производств, в первую очередь в реальном секторе экономики. Из выступления председателя Гомельского облсполкома на 13-м Гомельском экономическом форуме. За 13 лет Гомельский экономический форум прошел путь от небольшого регионального мероприятия до главного делового собрания Южно-Восточной области Беларуси. Сегодня он не только открывает новые возможности непосредственно для инвесторов, но и позволяет интегрировать Гомельскую область в мировую экономику. Тем более, что сегодня это желание взаимно. Мы считаем, что здесь действительно очень большой такой ресурс, где можно развернуться, где можно действительно работать по самым различным направлениям в экономическом секторе, потому что Италия работает на бывшем постсоветском пространстве, на европейском регионе, в различных государствах. Но мы видим с учетом последних событий, что здесь возможностей и ресурсов считаем гораздо больше. На 13-м Гомельском экономическом форуме участникам, а это более 600 человек из 29 стран мира, предложили более 150 инвестиционных проектов. Конечно, не все из них заинтересуют представителей деловых кругов. Однако, как свидетельствует опыт предыдущих форумов, эффект от их проведения значительный. О существовании этого здания знают далеко не все гомельчане и даже и нынешние работники завода станочных узлов, которому оно когда-то принадлежало. По большому счету, этот цех проработал всего несколько лет. И с 90-х годов прошлого века практически не использовался. Около 60 тысяч квадратных метров производственных площадей так бы и оставались бесхозными, если бы ими не заинтересовалась польская компания Ком-40. В прошлом году на 12-м Гомельском экономическом форуме она подписала протокол о создании в областном центре производства мягкой мебели и матрасов. Новое предприятие назвали «Делком-40». На предыдущем Гомельском экономическом форуме был заключен протокол о наберениях с предприятием «Делком-40». Это компания, основанная польскими инвесторами в городе Гомеле. В результате реализации проекта будет создано крупное производство мебели мягкой и компонентов различных для производства мебели. В том числе и небольшой логистический центр. Общий объем инвестиций иностранных предусматривается более 20 миллионов евро. Если предприятие «Делком-40» только готовится к открытию своего производства в Гомеле, то «Веза-Г» работает здесь уже более 10 лет. Кроме гомельского предприятия, у российского учредителя еще пять подобных производств в России, Беларуси и Украине. В основе производимого вентиляционного оборудования и климатической техники – бывшие вагенные разработки некоторых немецких фирм. Сегодня это теперь уже совершенно мирная продукция, востребована в различных странах, а с открытием предприятия в Гомеле стало поставляться еще и на белорусский рынок. По большому счету, речь идет о еще одном примере реального импортозамещения. В этом же ключе можно говорить и об еще одном новом производстве, открытом на «Веза-Г». Спектр применения тепловых узлов, выпуск которых начался в этом году, достаточно широк. В связи с чем, в Гомеле одновременно начали переговоры с отечественными проектными институтами об использовании такого оборудования на строящихся объектах. Процедура достаточно продолжительная по времени, но есть все основания надеяться на положительное решение. Сейчас проводится работа с проектными институтами, которые должны заложить эти изделия в свои проекты. Этот процесс займет где-то в порядка полгода, то есть результат не одномоментный, не одновременный. Среди участников 13-го Гомельского экономического представители России, Украины, Китая, Чехии, Италии, Австрии, Словакии, Хорватии и Ирландии. С одной стороны, этот форум – место встречи власти и бизнеса, а с другой – своеобразный институт интеграции региона в мировую экономику. Сегодня перед Республикой Беларусь стоит задача войти в топ-30 стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса. Что, в свою очередь, подразумевает осовершенствование национального законодательства и создание для инвесторов более комфортных условий, с учетом мнения самих бизнесменов. Мы хотим эти условия, чтобы они были как можно прозрачнее, проще, мотивированнее. И, безусловно, стараемся вносить изменения в наше законодательство. И вот, в частности, с 1 января 2017 года у нас внесены определенные моменты, связанные с тем, что у нас новое законодательство по свободным экономическим зонам. И мы предоставляем резидентам этих свободных экономических зон дополнительные льготы. Реализуемый в Брагинском районе проект – итог работы одного из экономических форумов. Сегодня здесь строится солнечная электростанция. Срок окупаемости – 5 лет. Срок эксплуатации – 15 лет. Инвестиции – 22 миллиона евро. Непосредственно для Брагинского района это возможность пополнения бюджета и новые рабочие места. Хотя в местном райисполкоме сегодня говорят не только о региональных плюсах. Естественно, конечно, будет пополнение в бюджет. Плюс, естественно, вся республика получит то, что, скорее всего, меньше будет закупать за границей электроэнергии. Выработка электроэнергии в пределах 22 мегаватт – это где-то 4 района будет обеспечивать полностью электроэнергии. Для строительства солнечной электростанции отвели территорию бывшего колхозного сада, который не использовался уже почти 30 лет. Раньше здесь были непролазные кустарники. Теперь появится самый большой в Беларуси солнечный парк. Причем случиться это должно уже в 2016-м. Проект состоит, в общем-то, в трех площадок. Основная площадка – это поле панелей. Потом, значит, линия электропередач, ЛЭП, 110-ка, порядка 5 километров. И непосредственно трансформаторная подстанция, где будет происходить сбор электроэнергии из панелей. Фактически на всех трех площадках параллельно идет строительство. И я думаю, вот благодаря этому мы сейчас и наращиваем темпы. Я думаю, что сроки, конечно, сроки очень сжатые. Встреча участников форума с руководством Гомеля Гомельской области – еще одна возможность обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества. Чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики в Республике Беларусь Йозеф Мигаш в нашем регионе впервые. Сфера интересов – от закупок так называемого бюджетного варианта гомсельмашевских комбайнов до поставок в Словакию сжиженного газа. Кроме того, бизнесмены из этой страны готовы построить под ключ завод по производству мебели. Конечно, я прекрасно понимаю позицию губернатора, что хватит уже вывозить лес, массу вывозить. И надо просто сделать такие современные заводы, которые будут делать не только полупродукцию, а доводить все это до конечной финальной хорошей продукции, например, мебели или других, так сказать, продуктов из твердого дерева. Оно всегда ценилось, оно будет цениться и перспективе. И, конечно, мы откровенно сказали, что эта продукция в основном будет вывозиться на западный рынок. Вам надо заработать валюту, нам надо заработать валюту, вам надо, чтобы были регулярные хорошие налоги. Особое внимание на Гомельском экономическом форуме – о работе секций. В этом году их было пять. Плюс так называемая ВИП-секция. По сути, это площадка, на которой встречаются представители органов власти и стран-участниц форума и аккредитованные в Беларуси дипломаты. Здесь не обсуждаются конкретные проекты, речь о стратегическом сотрудничестве. По словам представителей одной из дипмиссий, от дружбы мы идем к сотрудничеству. От сотрудничества опять к дружбе, но уже на значительно более высоком уровне. Укреплению отношений будут содействовать и подписанные во время этой встречи документы. План совместных мероприятий Гомельской и Черниговской областей и протокол намерений о сотрудничестве региона с сирийской провинцией Хомс. В этом же русле и проведение переговоров с министром промышленности Чехии. Визит в такого уровня в Беларусь не было уже 10 лет. Теперь можно надеяться на активизацию двусторонних отношений. Хотим искать новые пути, новые, как говорится, возможности, потому что каждое время принесут какие-то новые, открывают новые окошко, которые можно просто использовать. Поэтому этот визит точно, я думаю, что поможет в этом сотрудничестве и наладит опять сотрудничество. На секции «Туризм Гомельщины. Перспективы развития» речь, конечно же, о туризме. Деловом, религиозном, военно-историческом, медицинском и просто познавательном. Во время работы 13-го экономического форума его участники обсудили пути привлечения туристов через реализацию новых проектов. Гомельщане предлагают построить парк активного отдыха, ориентированный как на обычных детей, так и на любителей экстремальных видов спорта. Кроме того, в результате положительного решения инвесторов в Мозыре может появиться ледовая арена, а в Светлогорске откроют хостел для туристов с невысоким уровнем доходов. Кстати, значительный интерес к туристической сфере Гомельской области в последнее время проявляют представители российского бизнеса. Здесь паритет, и я думаю, что это нормально, потому что сегодня Гомельская область, город Гомель, наш регион, он очень перспективен в этом плане. И то, что мы находимся на хорошем транспортном узле, на хорошей транспортной развязке, сегодня привлекает как российскую сторону, так и белорусы вкладывают деньги в это направление. Агроэкотуристический комплекс «Славянский мир» первых посетителей примет в следующем году. Этот объект тоже итог реализации соглашений, подписанных на одном из гомельских экономических форумов. Вообще, внимание на эти места руководители Гомельской строительной компании СНД обратили еще 15 лет назад. Теперь появилась возможность сделать мечту реальностью. Водохранилище Михайловское в свое время копали для создания стратегических запасов воды. Однако до завершающего этапа работы не довели, проект оказался нерентабельным. Зато в Гомельском районе появился уникальный уголок природы. Кроме строительства комфортабельных домов для туристов, владельцы комплекса уже выпустили в водоем около 40 тонн рыбы и посадили примерно 2000 деревьев. «Славянский мир» будет работать по принципу «все включено». Начинает возможности просто отдохнуть среди первозданной природы до участия в различных развлечениях. «Тут не будет таких заоблачных сцен и тому подобное. Тут континент простой, семья, должна приезжать семья. Дети играют на детской площадке, аниматоры с ними гуляются, женщина либо купается, может на лошадях покататься, мужчина либо охотой занимается, либо рыбалкой. Зимой же и лыжи, и коньки, и подледная рыбалка, и те же самые парусники на коньках. Тут задумка очень большая». В последние годы Гомельский экономический форум всегда отличался своей масштабностью, однако 13-й стал самым крупным за всю историю его проведения. Причем в Гомель приехали не гости, а потенциальные деловые партнеры. Кстати, до 2016 года на экофорумах было подписано почти 70 инвестиционных соглашений на сумму, превышающую полтора миллиарда долларов. Значительная часть проектов уже реализована. «Я могу сказать, что я уже 4 года работаю в Беларуси, даже учил русский язык. Мне работа в Беларуси нравится, наши проекты в Беларуси успешно реализуются, и мы безусловно будем продолжать работать в Беларуси. И в дальнейшем будем дальше инвестировать в Беларуси. Мы именно 4 года тому назад подписали 4 инвестиционные договоры. Один проект мы уже завершили. Это в городе Калинковичи на базе молочного комбината. Мы строили мини-тец, выложили капитальные затраты примерно 3-4 миллиона евро. Проект в работе, мы довольны». Первый реальный итог 13-го Гомельского экономического форума – подписание соглашений о сотрудничестве. Только на пленарном заседании таких документов 11. Среди запланированного – строительство щебеночного завода в Лельческом районе, фотоэлектрической станции в Наравлянском, производство вискозного волокна в Светлогорске, многофункционального логистическо-делового центра под Речицей и даже современного зала ожидания с наличием системы электронной очереди для транспортных средств на одном из пограничных пунктов пропуска. Общая сумма планируемых инвестиций – более 300 миллионов долларов. «Более 300 миллионов долларов – это самый высокий показатель или результат, который мы имеем на протяжении 13 лет. И приятно отметить еще раз, что с каждым годом количество и сумма растет. Поэтому мы видим, что этот форум приносит реальные дивиденды для развития экономики Гомельской области». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok